Добрый день, друзья! Я приветствую вас в студии компании Всесоки. Передо мной стоят два аппарата известного производителя Хюром. Надежные, красивые, совершенные. Как бы не так. Нет, конечно, компания Хюром и правда выпускает великолепные аппараты третьего поколения. Это серия Альфа, которая появилась на нашем рынке осенью 2017 года. Шикарная соковыжималка, самая тихая в мире, двигатель с воздушным охлаждением, тритановая корзина, шнек из джиультома. Короче, все самые последние разработки от Хюром в одной машине. Но это не Хюром. Это копия. Китайская подделка, которую мы специально приобрели на Алиэкспресс, чтобы показать вам разницу между этими аппаратами. Оригинальный корейский Хюром. Китайская подделка. Хотя и довольно качественная на первый взгляд. На первый. Понятно, что чем популярнее становится бренд, тем с большей долей вероятности появляются его китайские копии. Хюром не первая ласточка. Нам уже попадались подделки на корейские дегидраторы, блендеры и на те же соковыжималки. И вот пираты добрались до Хюром. С одной стороны, это приятно. Значит, техника и правда достойная. На нее есть спрос и китайские пираты начинают суетиться. С другой стороны, для вас это риск получить некачественный аппарат вместо оригинального корейца. А это уже прискорбно. Итак, сейчас мы рассмотрим два аппарата очень подробно и научим вас, как уберечься от подделки. Для начала посмотрим на оригинальный корейский Хюром Альфа третьего поколения. Модель HAA. Абсолютно бесшумный аппарат, а скорее всего самый тихий в мире, который сделан из самых безопасных материалов. Скорость вращения шнека 43 оборота в минуту. Корпус выполнен из пластика, не содержащего бисвинола. Сетка из хирургической стали, тритан, джиультан. Все это подтверждено с сертификатами ЕАЦ, сертификат таможенного союза и ЦЕ Европейского союза. Эти аппараты привозятся в Россию только оригинальными поставками. Они абсолютно безопасные, прошли все проверки и могут использоваться у вас дома без риска для вашего здоровья. А вот отзывы о китайском качестве далеко не самые радужные. Наверняка вы знаете про то, что на китайских ноонейм-заводах чаще всего используют некачественные материалы. Ведь эти ребята в углову угла ставят массовость, количество, дешевизну производства. А качество у них всегда на десятом месте. Из каких материалов сделана эта соковыжималка? Не знаю, правда не знаю. Цена ее почти в три раза дешевле оригинала в рознице, а на выходе с завода такой аппарат может стоить и вовсе долларов 30. Ну и какое качество вы хотели бы получить за 30 баксов на выходе. Да один шнек из джиультом стоит в три раза дороже. Просто вдумайтесь, один шнек оригинального корейского хюром, изготовленный из инновационного материала джиультом, стоит как три китайских поддельных соковыжималки на выходе с завода. И вот такое чудо нам предлагают купить на Алиэкспресс ушлые продавцы, заявляя, что это оригинальный хюром. Кстати, вот вам один неплохой лайфхак. Если вы хотите найти оригинальный хюром, ну, например, серия Альфа, модель HZ из нержавеющей стали, просто зайдите на официальный сайт производителя и найдите список импортеров техники хюром. В Россию соковыжималки третьего поколения официально поставляет только компания Всесоки. Это значит, что мы отвечаем за качество этой техники от и до. Всесоки оказывают весь спектр услуг по технике хюром третьего поколения. Соответственно, вы можете со спокойной душой выбирать себе эти великолепные соковыжималки на нашем сайте или на сайтах наших дилеров. Поставщик должен иметь свой собственный сервисный центр с обученным персоналом. Если у вас что-то случится с этой машиной, то куда вы повезете ее ремонтировать? В Китай? Это ноунейм-завод и ноунейм-продавец. Да о чем вы говорите? Если ваша китайская подделка за 12 тысяч сломается, вы просто выкинете ее на помойку. Чего, кстати, делать нельзя, ибо бытовую технику необходимо утилизировать в специальных местах. Но суть в том, что в случае поломки вы, по сути, остаетесь один на один с вашей проблемой. Официальный сервисный центр хюром вам не поможет, потому что не все детали, как мы выяснили опытным путем, подходят к китайским клонам. Смотрите. Две отжибные корзины. Вот оригинальная из Южной Кореи, вот из Китая. Посмотрите, как встает оригинальная корзина на свою родную базу. Идеально. Миллиметр в миллиметр. Потому что они собраны на одном заводе и просчитаны лучшими инженерами Южной Кореи. А теперь берем эту же корзину и ставим ее на фейковый аппарат. Опа! И ничего, она не встает в пазы. Понимаете, какая штука? Если у вас что-то случается с этим аппаратом, мы просто не сможем вам помочь физически. Даже если мы очень захотим, что мы сможем сделать? Если наши оригинальные запчасти не подходят для китайца. И это оригинальный хюром? Оригинальный аппарат, на который не встают оригинальные запчасти? Очень круто. Покупая этот аппарат, вы просто попадаете на деньги. В случае поломки мы банально не сможем отремонтировать вашу соковыжималку. Итак, отжимная корзина китайской подделки сделана из материала, название которого я не знаю. Написано, что это тритан, но сомнения большие. Скопирована отжимная корзина внешне неплохо. Правда, надписи тут на китайском языке, а у оригинальных корейских хюром надписи открыто и закрыто пишутся по-английски. Цвет отжимной корзины более блеклый, а звук при ударе более звонкий и легкий. То есть прочность материала в разы ниже. Я предполагаю, что это поликарбонат, который делается на основе вредного бисфенола А. На оригинальной корзине хюром имеется надпись 3G, третье поколение. На китайской корзинке этого нет. Центральная резинка-уплотнитель тоже отличается от оригинальной и не является взаимозаменяемой с оригиналом. Очень большие претензии у нас и к качеству сборки вот этого рычажка. Он перекрывает выход капель сока из жмыха при необходимости. Очень уж он люфтит и открывается-закрывается с некоторым усилием. В оригинальном хюром механизм хода достаточно плавный. Есть некоторые различия и в обтирателях. В форме лопастей и какие-то мелкие сечения присутствуют на внутренней части. Шнек скопирован визуально неплохо, но это не G-Ulten. Шнек у китайца на 50 грамм тяжелей. Материал явно другой и не такой прочный, а возможно и небезопасный. 50 грамм незначительное, казалось бы, различие, но показательное для профессионалов. Сетки. Сетки очень похожи, но различия все же имеются. Сетка китайца легче и сталь, судя по маркировке, другая. Другие цифры и другие буквы. Возможно, они в принципе пишутся от балды. Крышка. Это ABS-пластик, литье не очень качественное, не корейское. И у оригинальных моделей все наклейки исключительно на русском языке в соответствии с нашим законодательством. У китайцев иероглифы, и это несоответствие нашему законодательству. Корпус. Копия отлита просто шедеврально, хотя вот ножка выпала. Ну ладно, у китайцев это бывает. Но в целом корпусы отличить по сути невозможно. Не смогли, правда, скопировать китайцы фирменный шрифт Hurem, хотя на первый взгляд тоже похоже. Совершенно по-другому ведет себя кнопка пуска. У китайской подделки она ходит довольно тяжело, с усилием. В оригинальном Hurem этого нет. Обратите внимание, что на корпусе оригинального корейца, вот здесь, есть специальная голограмма с QR-кодом, в котором заключена вся информация об аппарате. Скачайте приложение для сканирования, очень рекомендую. Также обращаю ваше внимание на дно соковыжималки. Две наклейки. И тут, и тут. Но на оригинальной соковыжималке еще в Корее клеятся русскоязычные наклейки. И самое главное, серийный номер. Это как ННН, как паспорт, но без этого же нельзя выпускать аппарат. А где серийник у китайца? А его нет. У аппарата нет серийного номера. Это вообще что? Ну и кстати, какой-то умник решил налепить одну из наклеек прямо на вентилятор. Очень интересное решение. Инновационное. Но действительно, зачем аппарату охлаждения? Давайте его прикроем. Китайский подход к делу, как всегда, в своем блеске. В общем, если неподготовленный человек взглянет на два эти аппарата, то при беглом осмотре он, скорее всего, не заметит подвоха. Потому что визуально сделана конкретно эта подделка довольно качественно, на первый взгляд. Но теперь вы научились отличать их и, надеюсь, не пойдете на поводу у пиратов и не станете покупать небезопасный прибор, неизвестный кем, как и из чего сделан. Теперь по уровню шума. У Хюром Альфа он около 40 дБ на холостом ходу, а у китайской подделки больше 50. И энергопотребление у оригинального аппарата ниже. Это материальная выгода, а в наше время это тоже важный параметр. По уровню шума можете послушать сами. Оригинальный аппарат звучит по-другому и несколько тише. Слышите? Вот и я особо не слышу. Это одна из немногих соковыжмалок, которые действительно бесшумные и могут использоваться даже ранним утром при спящем ребенке. Хотя, конечно, многое зависит от продукта. Морковка, например, будет похрустывать. Стаканы для сока и жмыха очень похожи, но в качестве материалов уверенности нет. В комплекте с оригинальными аппаратами Хюром идет инструкция на русском языке. И это обязательно. Плюс книжка рецептов, также на русском языке. У китайцев есть книжка рецептов. Она, правда, на китайском, но я думаю, вы поймете этот легкий язык и есть инструкция. Плюс я предполагаю, что где-то тут написано про гарантию. Но опять-таки язык китайский, возможно, вы что-то и поймете. На классную технику из Кореи распространяется классная гарантия. На Хюром это 10 лет. 10 лет на двигатель и 2 года на комплектующие. Какая же гарантия идет на эту подделку? А я не знаю. Вот честно, я даже не знаю, куда отнести этот прибор в случае поломки. К нам? Но это не оригинальный Хюром. И как вы смогли убедиться, запчасти соковыжималки не очень-то подходят друг другу. Ну, точнее, совсем не подходят. Если вы купили технику в магазине всесоки.ру и с вашим аппаратом почти невозможная ситуация что-то случилось, в большинстве случаев наш курьер сам приезжает к вам домой, оперативно забирает аппарат и передает его в сервисный центр. От момента обращения в нашу компанию до разбора аппарата инженерами всесоки может пройти день-два. Это очень быстро. Потому что мы заинтересованы в лояльных клиентах, довольных клиентах. И мы оказываем качественный сервис, стараясь сделать все в сжатые сроки. В случае с Китаем вам в принципе получить какую-то помощь практически нереально. Итак, нам остается лишь увидеть подделку в работе. Давайте попробуем отжать сок из любимого многими ингредиента – морковки. Посмотрим на время работы и КПД каждого аппарата. Ну вот, ничего мы не скрываем, ничего не подтасовываем, говорим все как есть. Отжим на китайской копии занимает больше времени. Разница почти в минуту. И есть существенное различие в КПД. Посмотрите, 60% выдал оригинальный кореец, 60% на морковки. А ведь это не горизонталка. Это очень достойный результат. Китаец показал КПД почти на 20% ниже, около 40%. Ну, друзья, это ваши деньги. Деньги, которые вы теряете. И еще один момент по качеству сока. Давайте пропустим сок через ситечко. Оба сока. Смотрите, вот мякоть от Хюром. А вот от его китайской подделки. Жмыхов в соке у китайца раза в два больше. А ведь Хюром славится своей консистенцией соков, которые пьются просто великолепно, очень мягко. А если вы попробуете сок из китайца, у вас не будет тех же ощущений, той же легкости. Вы думаете, что вы получаете великолепный сок. А как бы не так. Вы получаете обычный сок из обычной китайской соковыжималки, сделанный из некачественных материалов и изготовленной поворованной технологии. Не экономьте на своем здоровье. Да экономия тут весьма сомнительная. Итак, друзья, на сегодня это все. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Надеюсь, вы узнали что-то новое и интересное. Если да, с вас добрый лайк. Ну и самое главное, я уверен, что вы поняли, почему не следует приобретать некачественную технику. Ну или банально говоря, подделки из Китая. Всегда отдавайте предпочтение оригинальному продукту. Продукту, за который производитель отвечает. Хюром ручается за свое качество, но Хюром не может ручаться за китайскую подвальную фабрику, шлепающую кроссовки, шариковые ручки и соковыжималки в одном цехе. Выбирайте только лучшее. Выбирайте Хюром. Продолжение следует...